Тот, кто привык к комфорту, вряд ли поймет всю романтику кочевого образа жизни. С места на место представители некоторых народов и племен перемещаются вместе со своим жилищем. Несколько видов таких мобильных домов мы нашли даже в наших широтах под Борисовым. К примеру, эту юрту. Она бывает двух типов – монгольская и тюркская. Последнюю используют жители Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана. Здесь купол, как говорят сами тюрки, висит под небом. Для того, чтобы сам купол не обвалился, юрту поддерживают стропы. Стропы находятся сбоку. Если эти стропы будут плохо натянуты, то юрта сама может развалиться. Поэтому главная миссия хозяина – это каждое утро просыпаться рано утром и проверять натяжение строп, подтягивать, если необходимо. В этой юрте живет шаман, человек, который умеет общаться с духами. Главный инструмент шамана – это, конечно же, его шаманский бубен. Это настоящий, аутентичный шаманский бубен, сделанный алтайскими шаманами. В центре находится деревянная ручка в виде тотема. Тотем защищает шамана от злых духов, которые могут обитать в мире духов. А сам бубен обтянут кожей оленихи. Для того, чтобы появлялся звук, шаману необходим инструмент, который называется колотушка. Колотушка тоже сделана из дерева, а также используется мех настоящего бурового медведя. Сейчас я вам продемонстрирую, как вообще происходит сам звук. А это монгольская юрта. Такой тип жилища и по сей день используют кочевые народы в Монголии, Бурятии, Калмыкии. Перед вами монгольская семья, муж – это я и две моих жены. Сейчас мы проследуем юрту, но перед тем, как зайти, необходимо узнать одно правило. При входе никогда нельзя наступать на порог. Если гость наступает на порог, это оскорбляет хозяина. Больше его в дом не пригласят. Также в юрте действуют и другие правила, которые нельзя нарушать. Справа от меня, вот это, это моя мужская половина. Вы видите здесь все мужские вещи мои. Сундук для хранения моего богатства, моей одежды, моего оружия. Шкуры животных, мужчина, охотник, добытчик. И левая, вот эта половина, это половина моей жены. Здесь, наоборот, все женское. Одеяние супруги, шкаф для одежды и так далее. По традициям монгольским, жена и дети не имеют права заходить на мужскую половину. Сама монгольская юрта – пример того, как соорудить дом без единого гвоздя. Конструкция скреплена только с помощью ремней или веревок. Такое жилище не боится сильного ветра и служит хорошим убежищем для хозяев в любую пору года. На щиты ставится два столба. Столбы называются подпоры. Почему подпоры? Потому что они держат, подпирают вот это кольцо, которое находится в центре сверху. Кольцо называется тонно. В тонно вставляются палочки, жерди. В этой юрте их 66 жердей. Боковые стенки выглядят вот таким вот образом. Решетчатого типа. Это не одна спортная стенка. Здесь их четыре. Такое мобильное жилище обязательно нуждается в утеплителе. В качестве него обычно используется шерсть яка. Кстати, чтобы не замерзнуть, некоторые кочевые племена пускают в дом четвероногих друзей – хаски. Эти добрые и ласковые собаки согревают хозяев теплом своих тел. Еще один вид мобильного жилища – типи. Переносное жилище кочевных индейцев Великой Равнины и некоторых горных племен Дальнего Запада. Имеют формы пирамиды или конуса. Состоит каркас из шестов. В древности покрывали полотнищем, сшиты и шкур оленей или бизонов. Внутри типи располагается очаг, который обычно поддерживает старейшие женщины в семье. Сверху можно увидеть дымовое отверстие, которое регулируется с помощью шестов. У вас у всех есть имена, а индейец свое имя слышал один раз в жизни. И то при рождении мама шепотом шептала на ушко, и больше никто никогда его по имени не вызывал. Было такое поверье, что если духи услышат, то ребенок мог заболеть. У кочевников есть множество красивых обрядов. Один из них связан с древом желаний под названием «Оба». По поверью, считается, что нужно загадать желание на эту ленточку, но желание должно быть духовное, не материальное. По звуке бубна шамана загадываем желание и верим, что оно обязательно исполнится. Романтику кочевого образа жизни на себе прочувствовали. Диана Галех, Михаил Потягов. Утро студия. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин